еда для ворон пробормотал брон озвучивая то что тире он оставил невысказанным он смог только кивнуть неужели его лорд-отец сошел с ума нет копейщиков горстка лучников несколько рыцарей плохо вооруженных и без доспехов под командованием бездумного зверя как мог его отец ожидать что это пародия на боевые ряды удержит его левый фланг но на размышления не было времени барабаны звучали так близко что у тире она по коже побежали мурашки брон обнажил меч и внезапно враг оказался перед ними вскипая на вершинах холмов наступая размеренной поступью за стеной щитов и пик будь прокляты боги посмотрите на них подумал тире он хотя он знал что у его отца было больше людей на поле боя войско вели капитаны на закованных железо конях он мельком увидел знамя хорнвудов карстарков гловеров и фреев вот и вся уверенность отца в том что лорд уолдер не станет вмешиваться белый флаг старков был виден повсюду а где же мальчишка гадал тире он пропел боевой горн тире он почувствовал в животе дрожь тошнотворное ощущение воздух наполнило шипение лучники засыпали войско старков стрелами северяне с боевым кличем перешли на бег но стрелы ланнистера всыпались на них градом клич превратился в вопли люди спотыкались и падали к тому времени в воздухе был уже второй залп и лучники накладывали третью стрелу на тетиву трубы снова заревели сир григор взмахнул своим огромным мечом и проревел команду и тысячи других голосов закричали ему в ответ тире он пришпорил коня авангард рванулся вперед чила издала леденящий кровь вопль и поскакав быстрее опередила его шагга взвыл и последовал за ней горцы бросились вперед оставив тире она в пыли впереди их ждал полумесяц вражеских копейщиков двойной еж ощетинившийся сталью ожидающий за высокими дубовыми щитами отмеченными звездой карстарков григор клиган первым достиг их половина лошадей шарахнулась последнюю секунду остальные погибли когда стальные наконечники пронзили их грудь тире он увидел как дюжина человек упала конь горы встал на дыбы когда наконечник копья полоснул ему по шее обезумевший зверь бросился вперед копья вонзились в него со всех сторон но стена щитов сломалась под его весом конь упал обливаясь кровью но гора поднялся целым и невредимым размахивая двуручным мечом шагга пролетел в брешь прежде чем щиты успели сомкнуться другие каменные вороны последовали за ним тире он закричал обгорелые лунные братья за мной впрочем почти все они были впереди него тире он мельком увидел как тиммет соскакивал с коня убитого под ним на полном скаку как кто-то из лунных братьев был пронзен копьем карстарка на них обрушился град стрел откуда они прилетели он не мог сказать но они падали и на старков и на ланнистеров отскакивая от доспехов или находя плоть тире он спрятался под щитом ешь рассыпался северяне отступили под натиском атаки тире он видел как шагга ударил северянина прямо в грудь видел как топор рассек его кольчугу мышцы и легкие но тут враг приблизился к тире он у и битва сократилась до нескольких футов земли вокруг его лошади мужчина попытался ударить тире он а в грудь но тот отбил копье человек отступил для новой попытки но тире он пришпорил коня и затоптал его бронна окружали трое но он уже снес наконечник первого копья и полоснул клинком по лицу второго человека кто то бросил в тиреона копье она вонзилась в его щит карлик погнался забросившим его но противник поднял щит высоко над головой тире он кружил вокруг него осыпая дерево ударами топора наконец северянин поскользнувшись упал на спину прикрывая щитом он был вне досягаемости топора а спешиваться было слишком хлопотно поэтому тире он поскакал за другим противником нанеся ему сзади размашистый удар сверху вниз от которого по руке пробежала дрожь получив минутную передышку тире он огляделся в поисках реки она оказалась справа каким-то образом он развернулся в обратную сторону мимо привалившись к холке коня проехал кто-то из обгорелых копье вошло ему в живот и вышло через спину ему уже никто не мог помочь но когда тире он увидел что один из северян схватил поводья то бросился в атаку противник встретил его с мечом высокий худощавый он потерял шлем и кровь текла ему на глаза из раны на лбу тире он целился в лицо но высокий отбил удар в сторону карлик умри закричал он он поворачивался пока тире он объезжал его нанося удары по голове и плечам сталь звенела и вскоре тире он понял что этот человек быстрее и сильнее его в которое же пекло из семи провалился этот брон умри зарычал противник нанося отчаянный удар тире он едва успел поднять щит и дерево под могучим ударом словно взорвалось то что осталось от щита выпало из руки карлика умри взрывел мечник ударив тире она в висок с такой силой что у того зазвенело в голове высокий ухмылялся пока конь тире она быстрый как змея не укусил его обнажив щеку до кости враг закричал и тире он погрузил топор в его голову сам умри сказал он противнику другого и не оставалось когда тире он вырвал топор то услышал крик за эдарда и винтерфелл на него наезжал рыцарь размахивая над головой шипастым кистенем их кони столкнулись прежде чем тире он успел хотя бы открыть рот чтобы позвать бронна правый локоть взорвался от боли когда шипы пробили тонкий металл вокруг сустава топор мгновенно куда-то запропастился тире он схватил меч но кистень вновь кружил метя в его лицо тошнотворный хруст и падение тире он не помнил как ударился о землю он перекатился на бок попытался подняться на ноги но боль пронзила его и мир задрожал рыцарь который сбил тире она с ног навис над ним тире он без прогремел он ты мой сдаешься ланнистер до подумал тире он но слово застряло в горле он издал квакающий звук и с трудом поднялся на колени шаря по земле в поисках оружия меч кинжал что угодно сдаешься рыцарь нависал над ним шипастый шар лениво вращался руки тире он а они мели зрение затуманилось ножны опустели сдавайся или умри объявил рыцарь ускоряя вращение шара вскочив на ноги тире он ткнул головой в брюхо коня животное с ужасным воплем встала на дыбы поток крови и внутренности хлынул на тире он а конь упал лавиной следующее что осознал ланнистер было то что его забрала забрызгана грязью и что-то давила ему на ногу тире он вывернулся горло так перехватило что он едва мог говорить сдаюсь слабо прохрипел он до простонал голос хриплый от боли тире он соскреб грязь со шлема и увидел что конь упал на своего всадника нога рыцаря оказалась под животным рука которой он попытался смягчить падение вывернулась под причудливым углом сдаюсь повторил он пошарив здоровой рукой у себя на поясе он вытащил меч и бросил его к ногам тире он а сдаюсь милорд ошеломленный карлик поднял клинок боль пронзила его локоть когда он пошевелил рукой битва похоже ушла вперед вокруг были только трупы вороны уже кружились и садились на корм тире он заметил что копейщики сира кивана оттесняли северян воздух вновь наполнился стрелами люди за дубовой стеной рассыпались под убийственным огнем по моему вы проигрываете сир сказал он рыцарю под конем тот не ответил звук копыт за спиной заставил тиреона обернуться хотя он едва ли смог бы поднять меч из-за боли брон остановился и посмотрел на него сверху вниз от тебя как оказалось мало проку сказал ему тире он вижу что ты прекрасно справился сам ответил брон хотя и потерял шип со своего шлема тире он потянулся к макушке шлема шип отломился начисто я не потерял его я точно знаю где он находится а ты не видишь моего коня когда они отыскали животное трубы запели снова и резерв лорда тайвина двинулся вдоль реки тире он видел как отец пролетел мимо алое с золотом знамя ланнистеров развивалась над его головой когда он с грохотом несся по полю пятьсот рыцарей окружили его солнечный свет отражался от наконечников их копий остатки линий старков разлетелись в дребезги как стекло под ударами их атаки с распухшим локтем пульсирующим под доспехами тире он не пытался присоединиться к бойне они с брон нам отправились на поиски своих людей многие нашлись среди мертвых ульф сыну мара лежал в луже запекшиеся крови его рука была оторвана по локоть вокруг него распростерлась дюжина лунных братьев утыканный стрелами шага лежал под деревом голова конно покоилась на его коленях тире он решил что оба мертвы но когда он спешился шага открыл глаза и сказал они убили конно сына каратта красавец кон с виду был цел если не считать алого пятна оставленного на груди ударом копья когда брон поднял шагу на ноги здоровяк казалось впервые заметил стрелы он выдергивал их одну за другой проклиная дырки которые они оставили в его кольчуге и куртке и вопя как младенец от тех немногих что вонзились в его плоть чилла дочь чейка подъехала когда они вытаскивали стрелы из шаги и показала им четыре отрезанных ею ухо тимита и его обгорелых они застали за мародерством из трехсот горцев которые отправились на битву за тиреоном выжила возможно половина он оставил живых присматривать за мертвыми приказал бронну позаботиться о пленном рыцаре и отправился один на поиски отца лорд тайвин сидел у реки потягивая вино из украшенного драгоценными камнями кубка пока его оруженосец расстегивал застежки на его нагрудники прекрасная победа сказал сир киван увидев тиреона твои дикари сражались хорошо глаза отца были устремлены на него бледно-зеленые золотыми крапинками такие холодные что у тиреона по спине пробежал холодок это удивило тебя отец спросил он или это расстроило твои планы предполагалось что нас разделают не так ли лорд тайвин осушил свой кубок его лицо ничего не выражало да я поставил на левый фланг наименее дисциплинированных я ожидал что они сломаются роб старк зеленый мальчишка он скорее проявит отвагу чем мудрость я надеялся что если он увидит провал на нашем левом фланге то бросится туда тогда копейщики сира кивана развернувшись ударили бы северян в бок загоняя в реку а я с резервом добил бы их и вы сочли за лучшее поместить меня в эпицентр этой бойни но при этом держать меня в неведении о ваших планах притворный разгром менее убедителен сказал отец а я не склонен доверять свои планы человеку который общается с наемниками и дикарями жаль что мои дикари испортили твой танец тиреон снял стальную перчатку и выронил ее вздрогнув от пронзивший локоть боли мальчишка старк оказался осторожнее чем я ожидал признал лорд тайвин но победа есть победа похоже ты ранен правый рукав тиреона был пропитан кровью хорошо что ты заметил это отец процедил он сквозь стиснутые зубы могу я попросить тебя послать за твоими мейстерами если только тебе не хочется иметь сына однорукого карлика крик лорд тайвин заставил отца повернуть голову прежде чем он успел ответить тайвин ланнистер поднялся на ноги когда сир аддам марбран соскочил со взмыленного коня сир аддам опустился на одно колено господин мы захватили несколько их командиров лорда сервина сира уиллиса мандерли хариона карстарка четверых фреев лорд хорнвуд погиб и я боюсь русы болтон сбежал от нас а мальчишка спросил лорд тайвин сир аддам помедлил мальчишки старка не было с ними милорд говорят что он пересек реку близнецов с большой частью своей конницы и отправился к риверану зеленый мальчишка вспомнил тиреон он скорее проявит отвагу чем мудрость карлик расхохотался бы если бы ему не было так больно в сериале тире он рассказывает бронну и шаи о своей жене в книге же он рассказал об этом наемнику когда они шли через лунные горы в книге оруженосцем тире она становится подрик пейн в сериале его пока нет в сериале после удара дубинкой по голове тире он теряет сознание и в битве не участвует в книге же он храбро сражается в сериале нам намекают что шая не так проста как кажется в книге никаких упоминаний об этом нет лорд тайвин сообщает тиреону что ставит его и горцев в авангард тиреон прекрасно зная как к нему относится отец считает что он хочет таким образом его убить в этом есть логика у карлика без какого-либо боевого опыта да еще и поставленного в ведущую часть наступательного военного формирования мало шансов уцелеть но я думаю что при разработке военной стратегии и тактики лорд тайвин ставит во главу угла победу а не смерть тиреона так что для него смерть младшего сына стала бы лишь приятным бонусом к тому же горцы согласились воевать и требовали чтобы полумуж остался с ними ставить этих дикарей к сильным частям войска было рискованно вот им и нашли место рядом с отребьем в этой главе мы знакомимся с любимым мной подриком пейном и ша ей которая в отличие от своей сериальной версии пока от тиреоне ничего не знает когда ночью он начинает насвистывать мелодию то говорит что это просто песенка из детства но я хотя совершенно бездоказательно почему-то думаю что это именно та песня которой его научила девушка которую он любил и которая стала его женой а может быть мне так кажется потому что я знаю и вы скорее всего тоже что будет стереоном и ша ей дальше мне очень обидно что в сериале тире он не участвовал в битве ведь он проявил себя очень хорошо и храбро сражался видимо на этой сцене решили сэкономить бюджет брон обещал ему защиту но наверное в пылу сражения отвлекаться на карлика было невозможно несмотря ни на какие обещанные богатства собственная жизнь наемнику дороже и тиреон не ударил в грязь лицом он мало того что смог выжить так еще взял в плен рыцаря чего лорд тайвин наверное не ожидал как не ожидал он и того что зеленый мальчишка старк перехитрит его и в этом есть заслуга кейтелен потому что когда роб не знал что делать и к чьему совету прислушаться именно она подтолкнула его к адекватной оценки собственных сил и возможностей и соответственно к принятию правильного решения однако в этой битве победили ланнистеры часть войска северян разбита русы болтон бежал надеюсь скоро мы узнаем куда что думаете вы пишите в комментариях будем обсуждать если вам нравится пересказ игры престолов обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забывайте мы то что мы читаем до скорого пока